Шедеврами чаще всего называют произведения искусства и архитектуры, а еще игру To The Moon, которую мы с вами проходим на 100% на канале, где игра это искусство. Вот такая вот приятная ухут-автология, как мне кажется. Добро пожаловать, дорогие друзья, мы с вами в роли доктора Евы Розалин и доктора Уотса должны исполнить последнее желание умирающего пациента. Но, как говорится, обо всем по порядку. Сейчас мы получили возможность исследовать дом, Томми и Сара могут показать нам дом, и в этой части мы займемся этим исследованием. Дайте знать, если вам понадобится помощь. Возвращайся к поискам уже. Вот такие интересные здесь, интересная двойная кровать. Возможно, она как раз и принадлежит Тому и Саре. Они здесь спят. Так, ну ванную мы осматривали в конце предыдущей части, сейчас нам делать нечего. Картины мы с вами тоже осмотрели. Давайте попробуем спуститься. Нас возвращает доктор. Подождите, вернитесь на секунду. Я дам вам кое-что. Вот, возьмите. Получен монитор пациента. Теперь вы можете отслеживать состояние Джонни. Спасибо, как раз хотела его попросить. Монитор Джонни активирован в меню. Давайте посмотрим. И мы видим в самом верху экрана, как работает этот монитор. Да, тут показываются удары сердца. Монитор пациента, давайте посмотрим описание, соединяется по радиоканалу с датчиками в теле пациента и отслеживает его состояние в реальном времени. Хорошо, мы будем всегда мониторить и держать руку на пульсе. Здесь мы также видим вот эту диаграмму. Они играют великолепно. Я поэтому и замолчал, друзья, что... У слада для ушей просто эти звуки. Хм, нет смысла подниматься наверх прямо сейчас. Все равно подняться наверх? Да. Есть смысл это сделать, чтобы показать вам, что здесь есть вот такая вот реплика. Так, второй раз мы уже не пойдем. Пусть они пока играют. Я еще раз посмотрю на часы. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся там за окном. Ты узнаешь все о маяке. Мы попадаем с вами в кухню. Давайте попробуем тут что-то отыскать до того, как мы поговорим с детьми. Как вам кухонька? За этим столом можно разместить более чем четырех персон. Здесь сейчас стоит четыре стула. Кстати, довольно комфортных. Так, свет оставим. Со светом здесь как-то теплее. А это мешок с какими-то запасами. Может быть это сахар? У вас бывают мешки с сахаром? Закупайтесь основательно. Сейчас в наши годы уже, когда есть супермаркеты, всегда есть низкие цены на такие продукты. Это не обязательно. Но кто-то может быть до сих пор покупает мешками. Я думал это телефон. Похоже, что это телефон. Но что он делает здесь? Друзья, я исследую каждый объект, чтобы не пропустить ничего, ни одной запятой в высказываниях, которые могут быть в качестве описания этих самых объектов, изречены нашим героиней, да, в данном случае. Лучше я сначала спрошу детей, все равно зайти? Да. Посмотрим. Пока ничего. Неактивные объекты. Заметили, почти в каждой комнате присутствует вот такая лесенка. Чуть в краску не наступила. Здорово. То есть, сам как бы дом расположен на таких горных террасах. И здесь небольшие искусственные террасы в виде лестниц. Ганс Христиан Андерсон. Новое платье короля. Прочитаем отрывок. А цвета? Какие цвета у этой роскошной материи? Я не видел такого великолепия во всю свою жизнь. Все пытались скрыть свое разорочарование тем, что не видят платья. Но тут мальчик, до которого никому не было дела, и который мог видеть только то, что показывали ему глаза, подошел к карете. Но он ведь голый, произнес мальчик. Не говори ерунды, оборвал его отец. Но слова мальчика были услышаны в толпе и стали повторяться снова и снова. Поставим назад. Сумеречный свет. История девушки, влюбившейся в зомби, который источал аромат ромашек, купаясь в мягком солнечном свете. Хмм, как-нибудь в другой раз. Так, 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 минуточку. Сейчас, 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 хочется все сначала. Путь оригами. Том 1. Искусство избегать, порезав бумагой. Вы вообще умеете делать оригами? Путь оригами уже вытеснил оригами википедию, как стандартный репозиторий всех фактов и знаний о складывании бумаги. И хотя книга содержит много недосказанностей, а многие вещи излагаются в ней неканонически или, по крайней мере, весьма вольно, но в двух важных пунктах она превосходит своего более прозаического предшественника. Во-первых, она сделана из бумаги, и, во-вторых, описывает многочисленные средства для ухода за неминуемыми порезами, которые возникнут при изучении. Для истинного мастера оригами абсолютно необходимо завершить любую фигуру ровно за 42 хода. А для истинного геймера необходимо завершить каждую игру на 100%. Как, собственно, на этом канале с каждой игрой происходит. В большинстве турниров по оригами подрезание бумаги ножницами приравнивается к жульничеству, а вот подрезать противника ударом слевой считается вполне допустимым. Вы запомнили правила, друзья? 42 изгиба. Так, я еще до того, как поговорю с детьми, хочу попробовать уйти. Сначала я должна собрать всю необходимую информацию. Это показывает вам намерение доктора. И теперь давайте поговорим с детьми. Нет, нет, еще вот лесенка есть у нас. Ага, стрелочки нету, видимо, пока рановато. Чего тебе? Покажите мне дом. Сара и Томми, так? Ваша мама сказала, что вы покажете мне дом. Ну ладно, может и покажем. Может. Возможно. Нам потребуется небольшое вознаграждение, только и всего. Как по-твоему, Томми? Ага. Ох, и чего бы вы хотели? Мы хотим триллион долларов. Или карамельную палочку, которую мама прячет от нас. Ага, или ее. На самой верхней полке лежит огромная карамельная палочка, и мы не можем ее достать. Она на кухне. Мама спрятала ее там до тех пор, пока мы не сделаем домашнюю работу. Принеси ее нам, и мы устроим тебе экскурсию по дому. Что скажешь? Ну, конечно, не очень хорошо давать им палочку в обход домашней работы. Они ее таким, знаете, хитрым способом пытаются заполучить. Кстати, психологи говорят, что когда дети, ну, такое есть мнение, да, там, у них удается успешно обманывать родителей, то это такой, как бы, этап взросления. Ну, я спорно к этому отношусь, но мнение такое есть. Хорошо, я достану ее для вас. Нам нужно это, чтобы показать вам все на 100%. Моя мать тоже прятала сладости на верхней полке. Хорошо, я сейчас вернусь. Дверь на кухню сразу за лестницей. Вперед! Дверь на кухню прямо рядом с лестницей. Иди взгляни. Ты еще более вездесущий, мой босс. Ну, мы видели, конечно же, эту карамель уже. Она у нас была неактивна. Теперь сможем ее взять. А вот и конфета. Так, просто ее не достать. Еве не хватает ее роста, даже чтобы с прыжка до нее дотянуться. Но тут нам на помощь, я думаю, придет какой-то из предметов. Например, это... Что это такое? Тумбочка, стульчик, пуфик деревянный. Я не знаю, друзья. Но знаю, что получена карамельная палочка. Ужасно калорийная. И давайте на нее посмотрим, прежде чем ее отдадим. Мы же должны прочитать ее описание. На 10% конфета. На 90% подкуп. Так. Подкуп. Песню подкуп можно послушать во второй группе в ВК. Одна группа виртуозила GameWorld, а вторая виртуозила GameMusic. Вот там есть песня подкуп, друзья. Ну, а мы с вами идем осуществлять тот самый подкуп здесь и сейчас. Хорошо. Я достала то, что вы просили. Старая добрая карамельная палочка. Если вы не покажете мне дом прямо сейчас, я расчихаюсь от пыли, из которой я ее достала. Нужно ее хотя бы ополоснуть, потому что карамель очень хорошо примагничивает пыль. Ну, если она, конечно, была не в обертке. Окей, с чего бы начать? Я знаю! Вы должны увидеть прикольную комнату в подвале. Мне эта прикольная комната совсем не нравится. Какая еще прикольная комната? Увидишь? Странная она. Нужно только ключ найти сначала. Старик держит его в книге в кабинете. Ну и мы получаем прямую подсказку, куда нам двигаться дальше. Давайте посмотрим на двух новых героев. Томми. Он не любит черепах. И девочка Сара. Подающий надежды дегустатор мороженого. Хочет стать лучшим. У нее может получиться. Ух ты, как интересно. Если играть мышью, то... Тут меняется курсор. Хочу мищью открывать окна. Здесь можно... Да. Так он... Слушайте. А так может быть даже и интереснее. Какие-то объекты можно выделить. А ну-ка, давайте попробуем поиграть немного мышью. Если вы играли в Туземон, вы чем играли, друзья? Расскажите мне. Так. Детки ходят за нами. Мы осмотрели эти комнаты. Выходим, выходим. Да выходим, говорю. Вот это же выйти. Вот это же выйти. Давайте попробуем с ними сейчас выйти на улицу. Сначала я должна собрать всю необходимую информацию. И с ними попробуем подняться наверх. Можно ли это сделать? И изменятся ли диалоги там? Так, тут все то же самое. Аналогично. И он снова хамит нам. Но сюда, видите, Томми и Сара не идут. Так что, дорогие друзья, мы идем к ним. О, с ними тут можно поговорить. Мама сказала не ходить в ту комнату. А там наши кровати. И мы не можем пойти спать. Как хорошо, что мы сюда пришли. Если взрослые постоянно пьют кофе, получается им не надо спать? Получается так? Надо проходить игры на 100%. Вы думаете, зря я его постоянно пью? Я так устала. Уже, наверное, 7 миллиардов часов. Так, ну вот кучу дополнительных диалогов получили. Супер. Поднимались не напрасно. Томми! Говорит. Это комната с книгами. Ключ от прикольной комнаты лежит в самой толстой книге на верхней полке. А что, если мы с вами придем сюда вместе, вы что-то скажете? Хм, заметьте, да, есть действие иконка, но ничего не происходит. А если вот так открыть кран и набрать воды? Надо было повернуться. Да. Ну, вода не появилась у нас в инвентаре. Странно, может быть, сейчас? Нет. Мы раньше с Сарой дрались книжками, пока кое-кому не пришлось накладывать пластырь. Мама нам запрещала, но мы все равно. Томми швырялся книгами в меня и называл это книжные бои. И до тех пор, пока я не попала в него, и ему понадобился пластырь. Хе-хе-хе. Интересно, Джонни все эти книги прочитал? Я в их возрасте стремился прочитать все книги, которые есть. В книжном шкафу большинство из них были взрослые, совсем мне неинтересные. Но я хотя бы начинал. А некоторые взрослые были очень интересные. Так, тут все без изменений. Получен ключ от комнаты. Вот здесь мы его получаем. Место он выбрал хорошо. Так вот, подрезюмировала доктор Розалин. Но как этот ключ выглядит? Ключ от двери в подвале. Все любят ключи. Когда буду давать бесплатные ключи от игр подписчикам, ну, я уверен, что мы придем с вами к таким конкурсам, можно будет писать «Все любят ключи». И тут ведь так и будет, друзья. Теперь мы можем открыть прикольную комнату в подвале. Можем. И стрелочка указывает туда. Но мы снова попытаемся с вами выйти. Ладно, идем в подвал. Здесь мы еще не были. И здесь очень интересно. И это подвал! Мы тут в прятки играем! Включи свет, а то напоришься на что-нибудь. Дверь заперта. Ключ от комнаты открыл дверь. Только мы пока не спешим туда. Здесь пылится стопка книг про аниморфов. Не включаем свет. Ящик закрыт. Запомним его. Мы тут разный крутой хлам находили. Заплесневелые книги, заплесневелые ведра, заплесневелый сыр. И еще кучу подобного. Как-то раз мы тут были, когда выключился свет. И Томми свалился с этой лестницы. Он выбил зуб. Но ничего. Он и с ним страшно выглядел. Надеюсь, это был молочный зуб. Дверь в прикольную комнату вон там. Классно, что дети знают такие секреты этого дома. Так. Свет работает. Шкаф забит пыльными книгами. Шкаф заполнен неиспользуемым изящным фарфором. Коробки с цветной бумагой. Их так много. Ящик закрыт. Еще один ящик закрыт. Бодья пуста. Так. Посмотрим. Это мы все осмотрели с вами. Прикольная комната. Что же ждет нас здесь? Тут как в пещере. Даже не знаю, что сказать на это. Множество маленьких кроликов. Немножко жутко. Сломанная музыкальная шкатулка. Так, а если мы сейчас выйдем? Постойте. Что это такое сидит на коробке? Показываю вам тоже это. Нас так просто отсюда игра не выпускает. Кролик сложенный из бумаги. И они все сложены из цветной бумаги. Но на коробке не кролик. На коробке... Плюшевый утконос. Выглядит достаточно мило. Как раз, чтобы раздражать мило. Может пригодиться. А что если толкнуть? Посадить. Давайте такого расплющенного возьмем. Получен плюшевый утконос. Плюшевая игрушка в виде утконоса. Теперь у нас в предметах. Ну как? Дети, вы знаете что-нибудь про этих кроликов? Ничего. Старик не хотел, чтобы туда кто-то заходил. Так что мы от него скрывали. На самом деле есть и еще. Где? Внутри заброшенного маяка. Он прямо под обрывом. Хочешь посмотреть? У меня ключи есть. Вам туда тоже ходить нельзя, верно? Напомните мне, не приводите вас домой к Нилу. А, напомните мне, не приводите вас домой к Нилу. Вот так вот. Ну так что, ты хочешь посмотреть маяк? Хм, на улице довольно прохладно, но... Да. Пойдем посмотрим маяк. Знаете что? Ладно. Может удастся что-то еще узнать про этих кроликов. Пойдемте. Посмотрим, что там на маяке. Ну какая же тайна кроется за этими кроликами. В этот раз мы зашли сюда уже с детьми. Почему их так много? Вот такая загадочность создается, да, друзья? И опять же, перед тем, как пойти на маяк, мы пробуем вернуться наверх, но Розалин говорит, лучше сначала взглянуть на тот маяк. Так, по улице мы ходим гораздо быстрее. Я хочу пройтись к машине, если это возможно. О нет! Мой новенький пляжный мяч! Кто-то испортил его. Ах, он все равно был дурацкий. Но это же был наилучший новенький пляжный мяч из всех, что у меня были. Ох, кто же мог поступить так жестоко? Ну, слушай, я куплю тебе другой мяч. Нет, не надо! Правда? Конечно, но вообще-то нам уже нужно идти. Ну, теперь мы узнали, почему он так сдулся и что это был вовсе не камень. Дымится! Что за чайник тачку разбил? Не я. Там довольно темно, вы, детишки, не боитесь? Конечно, нет. У нас будет отыгрыш. Что у вас будет? Отыгрыш! В томе будет супермощный рыцарь, а я могучая волшебница. Да! Мы покончим со злом. О, это, ну, это классно. А, ты играешь в ролевые игры? Я каждый день. Я... нет. Она недостаточно крута для этого. Надо ее подписать на Виртуозилла Геймворд. Эй, если бы я захотела, то смогла. Смотрите и учитесь. Дымящийся автомобиль. А кто задавил белку? Тоже не я. Это не я. Так, давайте посмотрим, на дороге ничего не поменялось. Я пойду по дороге. Говорил юнит в Red Alert 2. И Red Alert 2 будет на Виртуозилла Геймворд, друзья. Прежде чем мы пойдем туда, надо еще, знаете что, все-таки проверить. Как же приятно под такую музыку играть. А эта река, вот такая узенькая, небольшая. Это даже речушка, ручеек. Чем-то напомнило мне Тристрамо из Диабло-1. Там тоже была своя речушка. Так, да, да, да. О чем это я, собственно... Что я хотел проверить. Если мы вот сюда идем. Вот он. Но придется свернуть на юг, чтобы до него добраться. Ага, свой парашют я не взял. Так, детей посадим на скамейку. Вот, вот так. Здорово. Здорово. Хорошо. Будем добираться к маяку. Не знаю, в какое время ты, мой дорогой зритель, смотришь прохождение To The Moon. Но мне кажется, это такая игра, которую прям хорошо вот на сон грядущий по одной части каждый вечер. О, белка! О, нет! Это ужасный белкозавр! И у нас начинается бой! Не бойтесь, ребята, я вас защищу! Мы же сказали, что можем играть в ролевые игры. И давайте попробуем отыграть от защиты. А лучшая защита это нападение, говорит она. И нам предлагают сделать что-то, но я бы взял кулак Армагеддона. Уровень Ора изо всех сил. Твое время вышло, белкозавр! Кия! Хватит, а то маме расскажем, что ты здесь над животными издеваешься. Ага, она на тебя копов натравит. Что? Да я просто... Я не хотела. Вы же сказали, что любите ролевые игры. Белка в шоке убежала. Стыд вам и позор. Назовем его Тедди. Окей. Давайте просто забудем, что здесь было. Там птица в шоке на ветке. Можно как-то с ней повзаимодействовать? Ну, хотя бы так. Так. Тут надо исследовать плато. Посмотрите, какой красивый здесь тройной тюльпанчик такой. Сиреневый прям. Интересный вид. Так. С этими птичками поговорить нельзя. И впереди маяк. Мы здесь. Как поменялась музыка. И что нас здесь ждет. Обо всем этом уже в следующей части. Не пропускайте, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok